Огонь, батарея! В Саратовском районе грохочут гаубицы и минометы. Там проходит заключительный этап Всероссийского конкурса командиров артиллерийских батарей. Какие умения демонстрируют современные боги войны и какой приз получит самый меткий артиллерист, смотрите в сюжете Юлии Шишкиной. Дальность полета такой мины более 7 километров. На полигоне Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии недалеко от села Рыбушка выбирают лучшего бога войны. На конкурс командиров артиллерийских батарей приехали 19 участников со всей России. Мы сейчас определяли поправки на метеорологические условия, которые в ходе стрельбы повлияют на полет снаряда и на соответственно куда будут ложиться снаряды. 25-летний Артем Каримов представляет Центральный военный округ. Он легко уложился в норматив по времени и получил высший балл. Ветер, давление, температуру воздуха вычислил с помощью высоких технологий. Всю неделю артиллеристы соревнуются в тактической, огневой, баллистической подготовке вождений. Старший лейтенант Алексей Дубровин должен на время установить и наладить артбаллистическую станцию. Она измеряет скорость полета снаряда. Результат Алексея на тройку. Уложился в 6,5 минут. Артиллерист достаточно сложный в связи с сложностью прибора. Но, тем не менее, я его выполнил на оценку удовлетворительную. Но считаю, что это хороший результат. Чтобы проверить, верны ли расчеты артиллеристов, нужно сделать пробный выстрел. Максимальная дальность такой вот гаубицы более 17 километров. Снаряды самые настоящие, боевые. Снаряды будут осколочно-фугасными снарядами. При разрыве там разлицаются мелкие частицы осколок. Мы бы хотели просто обратить внимание, что никаких специальных мероприятий, связанных с повышением, с подготовкой наших военнослужащих для участия в каких-то операциях за рубежом, в том числе и в Украине, абсолютно нет. Визит начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаила Матвеевского не только деловой, но и, что называется, личного характера. Генерал-майор закончил Саратовское училище и военную науку осваивал на этом полигоне. Места знакомы. Здесь вот я впервые стрелял из автомата Калашникова, будучи курсантом, еще не принимая присягу. Генерал-майор попали? Ну, надеюсь, что попал. Если стал генералом, конечно, попал. Конкурсанты живут в палаточном городке на территории полигона. Условия походные. Палатки изнутри отапливают дровяными печами. На завтрак картошка с тушенкой, отбой в 10 вечера. Саратовская область впервые принимает такие соревнования. По словам генерала Матвеевского, из плюсов здесь отсутствие лишней растительности и населенных пунктов поблизости. Для оценки работы артиллеристов самое то. Это стимул для профессионального роста офицерского состава. Как вы знаете, не только у нас в артиллерии мы проводим подобные состязания. Вы слышали и про танковый биатлон. Сейчас активно этот процесс идет в вооруженных силах. Так и в других городах и видах вооруженных сил подобные состязания проводятся. Итоги соревнований подведут 12 июля. Победитель станет обладателем скутера. За второе и третье места обещаны компьютеры. Всех участников наградят ценными призами.